всем привет друзья с вами варчик и поговорим про револьворис танчик премиум и 8 левела средний французский не для кого принципе это не секрет ну так сказать про м41 револьворис все просто любители этого танка есть и не любители они жестко разделены на два лагеря одни просто радуются что он дешевый удобный и легко накидывает кучу урона а второй лагерь не любителей этого танка жестко кричат что он ничего не пробивает и вообще танк калище еще то по сути оба лагеря правы почитателей и ненавистников этого танка давайте начнем с минусов минус как по мне у этого танка всего лишь один он ну так сказать не быстрый у него удельная мощность почти 16 чуть-чуть не дотягивает по сути некоторые могут сказать что он высокий ватный все это фигня это по сути не особо так как-то сказывается на тех задачах которые он должен выполнять в бою хотя еще небольшой минус есть это якобы пробитие под калибром 200 но на самом деле есть еще голдовое пробитие кумулятивом 250 не знаю почему но может это у всех но я частенько забываю вообще этой голдой стрелять ну что касаемо тех людей которые не любят этот танк то этот танк бывает что не пробивает вообще нифига вот у меня примерно каждый пятый бой я выхожу из боя с одним двумя домашками и принципе я вообще ничего не не могу сделать так вот в этих самых боях надо не забывать нажимать цифельку 2 и желтеньким снарядиком пробивать ведь ок там подкрутит и снарядик пробьет вот такие вот пироги игра сложная про голдовый снаряд итак переходим к плюсам танчик ну во первых это удобство в стрельбе видение огня просто офигенная у него есть альфа 390 у него снаряд летит очень быстро точность 0 35 сведения 2 и 4 в куча со стабилизации нормальной бахает по 390 только в путь такой удобной стрельбы не везде найдешь при том что танчик еще ездит не быстро то он всегда полу сведенный и вообще офигительно если еще пользоваться таким навыком как выезжание на противника на первой скорости то вам даже не придется практически сводиться никогда выезжая на врага на первой скорости танк сам подсводится и уже все готово ну я практически всегда этим пользуюсь с первой скоростью поскольку не все лишь танкисты могут нажимать больше двух кнопок но увидите я получается могу следующая к плюсам я бы отнес обзор 390 на восьмом левеле это вполне нормальный такой достойный обзор мы конечно не топ лт но видеть врагов будем если вы качаем два перка на обзор и поставим просветленку а если еще в кинуть сюда топаек как у меня то вообще просто огонь получается а если вы стреляете по своему засвету а если вы еще и светите то это в копилочку вам посыпется лишнее серебро она никогда лишним не бывает конечно броня здесь не особо такая фугасниц и арты в игре сейчас много можно словить фугас но при его скорости и здравой оценки ситуации глядя на карту вы не успеете никуда заехать где можно получить в лицо и в принципе я вам советую играть на этом танке аккуратно но это принципе очевидно у многих людей начинают идти кровь из глаз при видит иконки среднего танка в кустах видите ли средний танк не может стоять в кустах средний танк что-то должен делать другое в игре world of tanks они сами толком не знают что он должен делать но явно не должен стоять в кустах даже не будут разбираться какой средний танк стоит в кустах но он там не должен стоять будут тыкать до усерачки не обращайте на этих довинов внимание пусть они там занимаются своей билибердой и думают что они разбираются в игре уже давным-давно в world of tanks иконка среднего тяжелого или другого танка ничего не означает наш револьверис больше похож на пт нежели на какой-либо ст и тем более как некоторые говорят тяжелый танк целый один раз жизни я услышал сравнение револьверис с тяжелым танком это был шок играя аккуратно от альфы на средней и дальней дистанции получается накидывать по три косаря каждый бой достаточно легко но каждый это примерно плюс-минус пятый бой получается очень плохо с уроном и там надо нажимать цифельку 2 и желтеньким снарядиком все убивать также иногда и можно сыграть поактивнее когда бой этого требует как в случае в моем с вами был арчик играйте красиво пока